Вы смотрите МАЗ Медиа Ньюс сегодня в выпуске. Приезжего из Новосибирской области подозревают в изнасиловании жительницы Камчатки. Более трёх миллионов рублей подарили жители Петропавловска мошенникам с начала мая. К информационной системе «Моя школа» подключат все школы Камчатки с 2023 года. Об этих и других событиях узнаете далее. Приезжего из Новосибирской области подозревают в изнасиловании своей знакомой, 34-летней жительницы Камчатки. Следователи уже возбудили уголовное дело. По версии следствия, в ночное время 16 мая подозреваемый, находясь в компании знакомых в доме, расположенном на территории одного из садоводческих товариществ, будучи в состоянии алкогольного опьянения совершил изнасилование одной из находившихся там же женщин. В ходе следствия мужчина раскаялся в содеянном. В настоящее время органам следствия решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Помогали оформить кредит, перевести деньги за границу, а также спасти родственника от уголовной ответственности. Более трех миллионов рублей подарили доверчивые жители Петропавловска дистанционным мошенникам с начала мая. На удочку злоумышленников попались 13 мужчин и 11 женщин, среди которых горожане в основном трудоспособного возраста. Мошенники пользовались одной из самых распространенных схем обмана – звонком от сотрудника банка. Под предлогом оформления потребительского кредита или предотвращения хищения денежных средств, злоумышленники похитили у потерпевших более 2 миллионов 700 тысяч рублей, которые жители краевого центра сами переводили на якобы безопасные счета, либо же сообщали реквизиты своих банковских карт и коды подтверждения. Так, 49-летняя женщина поверила лже-сотруднику банка, который пообещал обеспечить сохранность ее финансов от мошеннических посягательств и через банкомат перевела на незнакомый счет более 890 тысяч рублей. Злоумышленники стали активно пользоваться тем, что у многих россиян есть близкие, проживающие или работающие за пределами страны. Одному горожанину мошенники предложили оказать помощь в переводе денежных средств родственницы за границу. Таким образом, похитив 29 тысяч рублей, которые 33-летний мужчина перевел, пройдя по указанной интернет-ссылке. 34-летнюю жительницу краевого центра аферисты под предлогом отправки посылки с личными вещами, документами и деньгами из другой страны убедили совершить перевод на неизвестный банковский счет в размере более 100 тысяч рублей. Еще одна распространенная схема мошенничества сработала на 48-летнем мужчине, который за освобождение брата от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП через мобильное приложение перевел на неизвестный счет 20 тысяч рублей. Более 320 тысяч рублей лишились горожане, которые сами являлись продавцами разнообразных товаров, либо откликнулись на объявление злоумышленника о продаже. Граждане переводили деньги за товар или услугу на чужие счета сами или уже сообщали реквизиты банковской карты и коды безопасности. Так, 45-летний горожанин осуществил перевод на незнакомый счет за покупку автозапчастей в размере 52 тысяч рублей, оставшись в результате без денег и без товара. Также злоумышленники по-прежнему предлагают гражданам получить прибыль от выгодных инвестиций, убеждая их в необходимости своей помощи в этом деле. Так, 62-летняя жительница Петропавловска Камчатского лишилась более 270 тысяч рублей, решив воспользоваться помощью лже-брокера для получения заработка на бирже. Сотрудники полиции призывают камчатцев быть бдительными, никому не сообщать реквизиты своих банковских карт, коды подтверждения и не переводить деньги неизвестным. Узнал о подробностях проекта и о планах по развитию. Зампредседателя правительства страны, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев встретился с организаторами и выпускниками проекта «Школа защитников природы». У образовательной программы нет аналогов в России. Она направлена на формирование бережного отношения к уникальным природным богатствам Камчатки. Школа работает на базе Кранотского государственного заповедника с привлечением ведущих экспертов в таких областях, как заповедное дело, естественно, научные дисциплины, краеведение, экотуризм, устойчивое развитие регионов. По другим направлениям в рамках образовательных программ идет обучение экологических волонтеров. Проводятся программы повышения квалификации инспекторского состава природоохранных организаций, заповедных территорий федерального и регионального значения и гидов-экскурсоводов. Теоретические занятия проходят в онлайн-режиме, а летом полученные знания выпускники используют, чтобы помочь заповедным территориям Камчатки. Юрий Труднев, предложил идею «Школа защитников природы», когда мы были в Зерновском поселке, в Проносном заповеднике. И я очень рад, что мы ее смотрели все вместе, при поддержке строительства, реализовать. Обучение в школе прошли уже 356 человек из разных регионов России. Некоторые выпускники стали не только добровольцами природоохранных проектов, но и штатными сотрудниками федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий. И еще в прошлом году мы слышали большое количество положительных отзывов. Как раз от ребят-волонтеров, которые были в рекордоне Далин-Гейзеров об этой школе. И я как раз и планировала, и думала, вот было бы здорово, если бы открыли что-то подобное, школу для экскурсоводных гидов. И, конечно, для меня было очевидно и ожидаемо, что это будет очень полезный и ценные знания, которые мы получим, которые можно применить не только на территории Хармутского заповедника, но также в целом работая на территории Камчатского края. Большое спасибо координаторам проекта и Камодскому заповедникам. Идеи выпускников школы ложатся в основу важных для Камчатского края природоохранных инициатив. Например, обустройство в Петропавловске мест сезонных залежек сивучей, крупнейших представителей семейства ушастых тюленей, занесенных в Красную книгу России. Другие проекты связаны с налаживанием системы утилизации отходов на природных территориях страны. На встрече организаторы и выпускники школы представили вице-премьеру проекты по защите окружающей среды и бережному отношению к природе, в том числе общественные инициативы по сохранению морских животных, подготовка по проведению Всероссийского молодежного экологического форума в регионе, проект «Береги Камчатку», предложение по просветительской деятельности среди школьников и студентов. Мы здесь, в школе, здесь мы поблагодарим за то, что вы представляете себе такую работу, хотя бы на какую-то часть вашей жизни. Я абсолютно уверен в том, что Россия – это самая прекрасная страна в мире. По сути дела, это глобальный резерв чистой природы. И реки, и достроения к лесу, и океан, ворота, 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 ворота. Все это надо охранять, все это надо использовать гармонично. Расширить аудиторию и географию проекта школы защитников природы и максимально распространить положительный опыт поможет Всероссийский союз поддержки и развития заповедного дела «Заповедная страна». Сейчас завершается работа по его созданию. Среди задач будущего объединения – содействие усилению поддержки системы особо охраняемых природных территорий и идей заповедного дела со стороны государственных институтов и гражданского общества, а также защита прав и интересов работников заповедной сферы. К информационной системе «Моя школа» подключат все школы Камчатки с 2023 года. Образовательные учреждения полуострова полностью перейдут на работу с отечественным программным обеспечением. Как отметили в краевом правительстве, речь идёт о российской операционной системе, в которую интегрируют все инструменты, которыми сейчас пользуются. Помимо операционной системы и программного обеспечения, есть программа для видеоконференций, социальной сети и библиотеки. Образовательные учреждения Камчатки начали переход на отечественное ПО с осени прошлого года. В апреле 2021 года край первым из регионов Дальнего Востока перешёл на российское программное обеспечение. Систему установили в 121 школе, 137 детских садах и 38 организаций доп. образования и 8 профессиональных образовательных организаций полуострова. Переход на отечественное офисное ПО в образовательных учреждениях уже тогда был связан с федеральной и региональной повесткой по вопросам информационной безопасности и импортозамещения. Первый краевой форум-фестиваль «Не рядом, а вместе» для наставников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошёл на площадке молодёжного центра в Петропавловске 14 мая. С 2017 года Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства реализует программу «Наставник», в рамках которой у детей, оставшихся без родительского попечения, появляется значимый взрослый. Старший друг в лице студента-наставника, который оказывает моральную поддержку, помогает советами, мотивирует к саморазвитию, обучению и профессиональной ориентации. Сегодняшний форум даёт уникальную возможность ребятам приобрести новых друзей, приобрести новые знания, познакомиться с таким понятием, как социальное проектирование, поучаствовать в мастер-классах. Ну, конечно, мы убеждены, что сегодня ребята не только новые знания получат, но и приобретут новых друзей. И надеемся, что проведение этого форума-фестиваля станет традиционным в Камчатском крае. Формат форума «Нерядом, а вместе» носил дружественный характер. Здесь, в стенах молодёжного центра, собрались представители молодого поколения, которым не безразлична судьба детей-сирот. Именно поэтому название форума носит глубокий смысл, а его проведение ещё больше сплачивает наставников и детей-сирот. Однако ещё одной целью является поиск новых наставников. Мы приглашаем активную неравнодушную молодёжь к нам в ресурсный центр, службу постинтернатного сопровождения, присоединиться к программе «Наставник», чтобы помочь выпускникам интернатных учреждений в успешной социализации при выпуске из интернатных учреждений. Форум-фестиваль даёт уникальные возможности приобрести знания, познакомиться с новыми друзьями, встретиться с профессионалами своего дела, принять участие в мастер-классах, тренингах и социальном проектировании. И это далеко не все преимущества форума «Нерядом, а вместе». По итогу мероприятия всем участникам вручили именные сертификаты. Одной из главных целей этого форума-фестиваля является популяризация наставнической деятельности. Гости мероприятия делились опытом своей работы, рассказывая, как это замечательно помогать детям. Участвуя в программе «Наставник», я смогла почувствовать себя нужной таким же ребятам, как и я. Наставник, программа «Наставник» помогает ребятам почувствовать нужным и быть уверенным в себе. Я являюсь наставником уже год. Я помогаю детям реализоваться и привыкнуть к новому месту пребывания в детском доме. Это работа нелёгкая, достаточно сложная, но, имея железные нервы, можно и не с таким справиться. Я уже помог двум детям, освоиться в нашем детском доме. Сейчас я являюсь председателем наставников и желаю, чтобы больше молодёжи участвовало в этом. Почти всю жизнь, что я живу, искал это. Помогать детям, ну и сверстникам. Здорово. Организаторы форума поблагодарили всех его участников за важную работу и за помощь. Отдельную благодарность выразили Валерию Калашникову, депутату Законодательного собрания Камчатского края 4-го созыва, за неоценимую помощь в реализации мероприятий проекта «Наставник». И организаторы, и участники форума фестиваля выразили надежду, что «Не рядом, а вместе» будет проходить ежегодно. Во второй части выпуска Масс Медиа Ньюз смотрите. Победители и призёры Всероссийской Олимпиады школьников наградили в краевой столице. Образовательный марафон для экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников пройдёт с 21 по 29 мая на Камчатке. Полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ» пройдёт в Петропавловске уже в это воскресенье. Об этих и других событиях узнаете далее. Здравствуйте, наши чемпионы! Будущие интеллектуальные лидеры Камчатского края. Отметили лучших. Награждение победителей и призёров регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников прошло в Петропавловске. Камчатку на Олимпиаде представляли 17 человек. Те 17 человек, которые поехали и принимали участие в финальных соревнованиях Олимпиады, мы с вами прекрасно понимаем, что это только верхушка айсберга. А если спускаться на уровень ниже, там есть те 385 учеников, которые приняли участие в Олимпиаде в целом. Там есть как минимум те же самые 385, а я думаю, ещё и больше, учителей, которые помогали каждому из вас. И там есть, конечно же, родители. То есть в целом, наверное, мы выходим где-то на число как минимум полутора-двух тысяч человек, которые на Камчатке считают, что знание – это настоящее золото. И это не может не радовать. И я хочу сегодня поблагодарить каждого из вас, будь то ученик, призёр, родитель, учитель, за то, что вы следуете мудрости древних. По словам Александры Лебедевой, важно, чтобы те, кто решит продолжить свою учёбу за пределами Камчатки, знали, что их будут ждать дома. Край работает над тем, чтобы в регионе появлялись новые интересные проекты, куда можно вложить полученные знания. Зампред вручила благодарственные письма от Краевого министерства образования родителям лучших школьников за воспитание детей. Не оставили без внимания и педагогические коллективы общеобразовательных учреждений, учащиеся которых стали победителями Всероссийской Олимпиады школьников. Залина за высокие показатели в заключительном этапе Олимпиады рождается денежным сентябрикатом на сумму 30 тысяч рублей, а также став победителем в региональном этапе Олимпиады по литературе и визиром по английскому языку, Залина награждается грамотой, золотой медалью и подарочным сертификатом. Со словами благодарности также выступила и министр образования Камчатского края Александра Короткова. Она отметила, что Всероссийская Олимпиада школьников относится к категории самых известных и престижных Олимпиад в стране и поблагодарила всех, кто в ней участвует на различных этапах. Я хочу поблагодарить всех, кто готовит и кто поддерживает, так и к родителям. Ведь те, кто каждый день делает шаг к своему успеху, только тот может дойти до той цели, которую он перед собой поставил. Александра Короткова добавила, что правительство делает все, чтобы каждый ребенок мог реализовать свою мечту. Для этого создаются профильные классы, открываются новые учреждения и сегодня дополнительное образование рассматривается как предпрофильное, чтобы каждый школьник понимал, чем хочет заниматься в будущем. Напомним, в Камчатском крае региональный этап Всероссийской Олимпиады проходил с 11 января по 25 февраля этого года, по 22 учебным предметам. Участникам этого этапа стали 835 человек из 60 школ края. В лидерах Олимпиадного движения оказались 6 учреждений, где успешно учатся и приносят славу своим школам победителей и призеры предметных Олимпиад. Камчатцы стали чаще обращаться за услугами ЗАГС через портал Госуслуг. Через него можно подать заявление и записаться на прием в выбранное время на регистрацию рождения ребенка, заключение или расторжение брака, регистрацию смерти, получение повторных документов из архивов органов ЗАГС. При подаче заявления через портал Госуслуг на заключение и расторжение брака действует понижающий коэффициент – 0,7% от суммы госпошлины. Подать заявление через портал можно в разделах «Семья» и «Справки-выписки». Самой востребованной услугой на Камчатке является подача заявления на регистрацию брака. При помощи портала Госуслуг молодые пары не только экономят время, но и могут выбрать удобное для себя время и дату торжества. Количество заявлений о заключении брака через портал Государственных услуг у нас значительно выросло. Для того, чтобы проверить заявление, поступило ли оно к нам в орган ЗАГС, мы настоятельно рекомендуем гражданам обратиться по телефону 23 07 24 или в тот отдел ЗАГС, куда вы направили заявление. В первом квартале этого года отделами ЗАГС Края рассмотрено 531 заявление, поданное через портал Госуслуг. Из них 369 заявлений на регистрацию заключения брака. В первом квартале 2021 года через портал подали 294 заявления. Безопасность на маршруте, устойчивость в туризме, правила наблюдения за дикими животными и многое другое. Образовательный марафон для экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников пройдет с 21 по 29 мая на Камчатке. Обучение включит в себя мастер-класс по переводу экскурсий на английский язык с использованием православной лексики. Выездную экскурсию в новый музей истории «Океан Рыбфлот», краеведческий музей города Елизова и многое другое. Организаторы марафона отмечают важность цикла лекций. По их словам, образованный и высококвалифицированный гид-экскурсовод и инструктор-проводник – это лицо нашего края. Именно от его знаний вовлеченности зависит безопасность и воспоминания туриста от своего отдыха. Поэтому крайне важно проводить подобное обучение, вовлекая в это спикеров из различных сфер, смежных с туризмом. Добавим, что марафон организует Камчатский выставочно-туристический центр и союз гидов Камчатки. Для участия необходимо заполнить форму, ссылку на которую можно найти на сайте правительства. Состоится в центре города. Полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ» пройдет в Петропавловске уже в это воскресенье 22 мая. Он объединит 120 тысяч человек, бегущих одновременно в 85 городах России. На старт всероссийского полумарафона в краевой столице выйдут около 600 человек. Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор – 1, 5, 10 или 21 километр. Стать участником может любой желающий от шести лет. Старт дистанции 5 километров запланирован в 17, 10. Дистанция 1 километр – в 17, 13. Самые протяженные дистанции 21 километр и 10 стартуют соответственно в 18, 00 и 18, 10. Открытие фан-зоны в 16, 30. Старт и финиш всех дистанций у здания правительства полуострова. Как сообщили в мэрии, полумарафон забег.рф даст возможность горожанам полюбоваться свободным от машин центром Петропавловска, провести активно выходной с семьей или друзьями, найти единомышленников, выйти на свой первый официальный старт или установить личный рекорд. Гостей ждет также развлекательная программа, детские активности, массовые разминки, зона отдыха и восстановления, интерактивная атрибутика для участников и болельщиков. В этот день с 13 до 22 часов перекроют движение автомобилей в центре города по Зерновской косе, Ленинской от дома номер 32 до улицы Набережная. Движение автотранспорта перенаправят по Советской. Желающие испытать свои силы и принять участие в полумарафоне могут зарегистрироваться на сайте забег.рф до 21 мая до 18.00 по московскому времени. Камчатцы активно подписываются на телеграм-канал МассМедиа Ньюс. Не оставайтесь в стороне и вы. Свежие и актуальные новости, сообщения от инсайдеров, опросы и дискуссии – все это и не только вы найдете в нашем телеграм-канале. Набирайте в поисковике мессенджера МассМедиа Ньюс или наведите камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите на своих экранах. Также в описании канала вы найдете ссылку на наш бот. С его помощью вы сможете предложить информацию, которой хотите поделиться. МассМедиа Ньюс публикует у себя на канале только свежие и актуальные новости. Присоединяйтесь к нам и вы, чтобы быть в курсе. Долго ли районам Петропавловска оставаться без освещения? Кто оплатит счета за отопление в недорасселенных домах? На эти и другие вопросы камчатцев ответит глава Петропавловска Константин Брызгин. Мэр станет гостем Екатерины Зениной в программе «Своя правда лайф», которая начнется ровно в полдень 19 мая. Одновременно программа будет транслироваться на радио «Дача», «Лаврадио», «Нашем радио». Видеотрансляцию можно будет смотреть на телеканале «Камчатка-1» и на ютуб-канале «МассМедиа Ньюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова